Избирательная комиссия Ненецкого округа подвела итоги выборов депутатов Госдумы седьмого созыва. По словам председателя окружного избиркома Григория Попова, ход избирательной кампании организации «Единого дня голосования» получила положительную оценку. Все, кто был причастен к этому масштабному процессу, собрались во Дворце культуры Арктика. Выборы любого уровня – мероприятие сложное, как с точки зрения выборного законодательства, так и с точки зрения практических мероприятий. Любые выборы – это гигантское хозяйственное мероприятие, за организацией которого стоит большое количество людей, отметил в начале встречи председателя окружного избиркома Георгий Попов. Лучшая оценка нашей деятельности – это отсутствие жалоб со стороны населения. Если перефразировать его слова, то лучшая оценка нашей деятельности – это отсутствие жалоб со стороны участников избирательного процесса, что, собственно, и есть в нашем регионе. Потому что власть избрана, то есть федеральный парламент избран, никаких судебных разбирательств, судебных тяж, ни в каких инстанциях, ни на уровне ОХОК, ни на уровне Верховного суда Российской Федерации, по итогам выборов по отношению к нашему субъекту и к 221-му на дату избирательного ОХОК нет. То есть мы с вами отработали сугубо в рамках правового поля, и наша работа признана удовлетворением в целом. Без сучка и задоринки выборы депутатов Госдумы 7-го созыва прошли без единого замечания. И это заслуга всех, кто работал в этой избирательной кампании. Помимо открытия организации избирательного участка, еще необходимо осуществить большую работу по разгозу документации, оборудования, провести досрочное голосование, особенно на федеральных выборах. Досрочка у нас доходит до 4 тысяч. В этом году нам удалось охватить досрочное голосование 3 тысячи 956 избирателей. Это очень хороший показатель для Ненецкого автономного ОХОКа. Для сравнения, скажу, что в 2011 году, когда проходили выборы депутатов Госдумы 6-го созыва, досрочное голосование составило чуть более 2 тысяч 800 избирателей. Удалось охватить досрочное голосование. За ввоз и вывоз документации в отдаленные населенные пункты округа вылеты на досрочное голосование на месторождении в Тундру. В выполнении этой миссии огромную роль традиционно играет Ненморский авиаотряд. За всю избирательную кампанию было совершено 24 рейса. Налет составил более 100 часов. Благодарность за помощь в освещении избирательной кампании избирательная комиссия выразила региональным средством массовой информации. Так сложилось, что операции на комиссии настолько маленькие, не только мобильные и профессиональные, но все-таки нуждаются в поддержке, в освещении именно средством массовой информации. Пресс-службы у нас один из своей нет, но зато у нас есть мощная опора в тех региональных печатных СМИ и телерадиных кампаниях, которые нам помогают популярно освещать выборы и избирательную кампанию в целом. Все, кто был причастен к избирательной кампании и выборам, удостоились грамоты и благодарственных писем от окружного избиркома. Награду получила и Ненецкая телерадиообещательная кампания, заняв первое место в конкурсе за лучший материал по освещению избирательной кампании и выборов депутатов Госдумы 7-го созыва. Завершится федеральный избирательный цикл в 2018 году выборами президента страны. В этот же год жители Ненецкого округа выберут депутатов регионального парламента и Архангельского ЗАГСобрания.